В продолжение темы благоустройства города в Твери подвели первые итоги проекта «Екатерининская миля». Его инициатором выступила Тверская областная картинная галерея. Учреждение выиграло грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Средства будут направлены на реализацию масштабной музейно-городской программы. С первыми ее результатами ознакомился председатель общественной палаты города Твери Вадим Рыбачук. Участок студенческого переулка между улицами Советской и Новоторжской. Это сейчас стена представляет собой масштабное панно, посвященное прошлому и настоящему Твери. Но еще совсем недавно картина была совершенно иная. Одно из знаковых мест в самом центре столицы Верхней Волжья представляло собой удручающее зрелище. Прежний рисунок почти стерся, да и сама облицовка ограждения рушилась. Роспись была фрагментарной, шукатурка уже облетала, и везде были видны кирпичи. Потому что у этой стеночки такие вот клумбы, они наполнялись водой, и вода изнутри ее разрушала. На состояние стены обратили внимание сотрудники Тверской областной картины и галереи. В прошлом году учреждение выиграло грант благотворительного фонда Владимира Потанина. Полученные средства было решено направить на реализацию музейно-городской программы «Екатерининская миля. Точка сборки городской идентичности Твери». Перед галереей стояла задача расширить привычное музейное пространство, проще говоря, выйти на улицу. Так возникла идея оживить знаменитую стену на студенческом переулке. Нам удалось посотрудничать не только с администрацией центрального района, которая оказала максимальную правовую помощь этому проекту, но и с представителями Тверского бизнеса. То есть получилась такая очень удачная, на мой взгляд, коллаборация музея Тверской областной картинной галереи изо-студии, то есть это творческие силы изо-студии «Зебра» и Тверского предпринимательского сообщества. В преображении стены приняли участие ребята из изо-студии «Зебра». Примечательно, что предыдущий рисунок на этой же стене был выполнен также студийцами «Зебры». Как рассказал руководитель образовательного учреждения, в работе участвовали как действующие ученики студии, так и те, кто уже давно выпустился. В этой росписи приняли участие наши выпускники, которые принимали участие в предыдущей росписи. И они уже сюда пришли со своими детьми. Кому-то было пять лет, кто-то уже тоже студийц «Зебры», то есть мы уже детей наших учеников воспитываем. В итоге на импровизированном панно отражена важная веха в истории столицы Верхней Волжья – визит в город Екатерины Великой. Именно императрица подарила Твери новую жизнь, по сути, отстроив город заново после крупного пожара 1763 года. А по соседству Тверь современная, с прогуливающимися по набережной Степана Райзна семьями, суворовцами и другими горожанами. Проект высоко оценили в общественной палате города. Председатель Вадим Рыбачук лично наградил его инициаторов и участников. Такие проекты, они знаковы для Твери. Это, во-первых, развитие нашего подрастающего поколения. Во-вторых, дети могут понимать, что они формируют облик города. Да, пусть это несколько наивно выглядит, но то, что молодые, условно, 5 лет, 6-10 ребята внесли в свой вклад в позитивный облик нашего города, это просто здорово. На этом проект «Екатеринская миля. Точка сборки городской идентичности Твери» не заканчивается. Уже нынешнюю осенью сотрудники Тверской областной картинной галереи планируют провести большой праздник для всех горожан.